всем привет вы на канале пока шеварим и сегодня вас ждет очередная вкусняшка я вообще человек простой я как бы не готовлю там что-то такого вау да просто не умею что я не повар я готовлю просто для своей семьи какие-то блюда и показываю вам потому что это просто это как правило вкусно это практично сегодня именно такое блюдо полноценный ужин который будет кушать моя семья сегодня мы готовим куриные шницелёчки покажу как приготовить и запеченная картошечка чесноченькая короче нормальный классный вкусный и практичный давайте начнем с куриного филе куриное филе штука простая продается везде из нее куча всего можно вкусного приготовить сегодня такой рецепт действительно простой нам надо нарезать кубиком куриное филе лучше подморозить немножко тогда будет проще нарезать у меня просто охлажденочка складываем все в одну мисочку сырочек 150 граммов тертого какой-нибудь голландский российский костромской вот так вот одно яичко ну смысле яйцо 3 столовые ложки муки у меня большие ложки поэтому я полторы положу зеленый лучок отлично подойдет но если не любите то можно его не добавлять в принципе добавим черного перца это по вкусу равны как и соли ну примерно половина чайной ложки еще будет хорошо теперь все это перемешаем до однородности так все заготовка для шницеля у нас готова давайте пока в сторонку и займемся гарниром нарезаем картошку дольками естественно ее предварительно надо очистить и начать не работает картошечку в какой-нибудь противень удобный у меня наверно маловато немножко и вообще картошку кстати берите помельче у меня ведь и лопухи они дольше запекаться будут так окей картошечку хорошо поливаем маслом лучше конечно оливковым она лучше держит температуру вот так вот от души черный перчик и соль напоминаю что картофель мы делаем чесночный сейчас вам покажу способ как его сделать прикольно чесночным вот так берем головки об срезаем верхушки ну как на плов вы делаете тип такого сверху поливаем маслицем и заворачиваем вот так вот безбожно фольгу довольно плотно чтобы он там запекался и положим где-то рядом с картошкой теперь обязательно все достаем обратно и перемешиваем картошку я забыл просто это сделать чтобы картошка нам должна покрыться маслицем солюшкой все пока картошка крайне простая ничего тут особенного нет просто нам ее надо запечь вместе с соседями и отправляем в духовку 180 градусов где-то на 40 минут обжариваем наши вкусняшки сначала масло нагреем выкладываем наши беточки прямо так вот ложкой то есть тут не надо никакие трудозатраты просто выложили чуть-чуть примяли и она никуда не день куриное филе жарится довольно быстро буквально минутки по 4 с каждой стороны и беточки будут готовы шницелечки точнее я думаю что можно уже снимать красиво поджарились так у меня уже где-то минут 25 постояла картошечка я сейчас попробую чеснок развернуть чтобы он подзапекся ага так и это и сделал да ага и еще минут десять пускай все это вместе потомиться мы пока немножко порубим петрушки она нам сейчас пригодится вы поймете для чего вторую порцию мы тоже дожарили складываем он так из одного куриного филе целый ужин как вам так достаем чесночок картошку пока в сторонку нам надо всю мякоть чесночную она сейчас не очень ядреная нам надо ее добыть из этого чеснока она как варенье вот оттуда будет выдавливаться лучше подождать конечно когда подостынет ну так вот свежевыжатый чесночный сок окей и со вторым также поступаем смотрим чтоб шелуха не попадалось убираем ее и немножко так вот еще раздавим теперь делаем ароматное масло как раз добавляем маслица туда чеснок вот этот немножко обжарить и рубленную петрушку и все снимаем с огня картошка под запеклась немножко она конечно прилипла у меня к этой форме надо было чуть 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 иначе все это сделать с пергаментом со всеми пирогами все выложили на картошку немножко вот так вот распределим вот так вот и можно подавать на стол максимально понятное блюдо мне кажется многие так готовят вот этот вот метод измельчить куриную грудку добавить яйца и вот это все зафигачить на сковородке он не он вообще не новый все так делать единственное что мне в нем обычно не нравится что делает жидкое вот это все и получается такой омлет с курицей нежели что-то куриное поэтому я добавляю всего одно яйцо можно добавить два яйца и тогда будет проще выкладывать например на сковородку но я добавляю одно чтобы она получилось как бы более более мясное нежели нежели омлетная давай попробуем но это без проигрышный вариант ну чё курица курица сыр и яйца блин это по умолчанию не может быть плохо и очень вкусно на самом деле вот особенно мне нравится в этом блюде структура то есть когда ты целую куриную грудку и женщина не знаю у меня дети например не очень любит ее есть что-то там резать ломать а тут уже все как бы нарублено то есть задача просто кусочек отломить и легко все это разжевать очень вкусно и очень просто но по картошке вообще не может быть никаких вопросов это просто картошка хотя вот этот привкус печеного чеснока он отличается от свежего чеснока то есть можно и так вроде выдавить и будет чесночная картошка но вкус чуть другой после запекания но не обнуляется ну как бы вот эта яркость вот эта чесночность она уходит после запекания остается просто легкий такой чесночный сладкий какой-то аромат вот так можно объяснить это очень вкусно классная картошка единственно что под развалилась она конечно у меня и под прилипала немножко противню поэтому либо масло больше добавлять либо все-таки пергамент положить кусочек и будет нормально мягенько вкусненько все как надо в общем повторяйте вкусный рецепт и вам все вкусно до свидания подписывайтесь на канал ставьте лайки на инстаграм вообще тоже не возбраняется давайте все это сделайте и вам будет хорошо и мне будет хорошо пока огонь короче диван надо надо брать в нем дадут давно не готовил такую курочку лан 2 мне много будет три точнее а 2 с удовольствием поем сейчас уже почти ужин кстати да а